Эх, осень, красота-то какая! А вот и яблоки поспели, сочные такие, и железа в них много, ведь из-за него же они темнеют, правда? Или может быть это миф? Хм, давайте разбираться. Я думаю многие из вас всегда считали, что яблоки темнеют из-за наличия в них железа, которое на воздухе как бы ржавеет. Однако на самом деле это застарелый миф, и яблоки темнеют вовсе не из-за наличия в них большого количества железа. Да и вкус бы тогда у них был бы похож на вкус от облизывания ржавой трубы. На самом деле в потемнении яблок задействован довольно сложный биохимический механизм, который предназначен для защиты плода от паразитов, к примеру, всяких червячков, чтобы те не мешали плоду как следует созреть. Так вот, при механическом нарушении целостности яблока, проще говоря, когда его кусают, режут или измельчают, из митохондрии растительной клетки яблока выделяется специальный фермент – полифенолоксидаза. Этот белок представляет собой биохимический катализатор химических реакций, который начинает ускорять окисление полифенольных компонентов – дохинонов, содержащиеся в яблочном соке. И для этой реакции еще необходим кислород. После образования хинонов, те уже также начинают окислять полифенольные компоненты, и образовывать большие молекулы пигментов меланинов – веществ из того же класса, что образуется в нашей коже при загаре на солнце. Однако для яблока такой загар нужен вовсе не для защиты от солнца, а для того, чтобы паразиты, которые поселяются внутри яблока, не смогли переваривать яблочную мякоть, в которой образовались темные пигменты от окисления полифенолов. Как видите, этот довольно интересный и изящный механизм защиты у растений на самом деле гораздо сложнее, нежели мифическое представление людей о том, что яблоки темнеют от железа. Ну а чтобы больше не верить всяким мифам, советую развивать свой интеллект с помощью сервиса Викиум. Это классный онлайн-сервис для тренировки памяти, мышления, внимания, а также для прокачки мозга. Всего 15 минут занятий в день на игровых тренажерах, и уже через пару недель ты заметишь значительные результаты. Сервис уже набрал более миллиона пользователей. Подключайся и ты, регистрируйся по ссылке в описании и развивай свой мозг. И кстати, если посчитать, то железо в яблоках содержится совсем немного, всего 0,1 миллиграмм на 100 грамм яблока. Получается, чтобы восполнить дневную потребность железа у человека, нужно съесть около 9 килограмм яблок. Вряд ли кто-то на это решится. Поэтому из яблок я, к сожалению, смогу получить только 0 грамм железа, но может быть и больше, если в нем случайно вырастет железный болт. Однако к потемнению яблок железо может иметь и косвенное отношение. Если разрезать яблоко старым и ржавым ножом, то потемнение будет происходить быстрее, так как ионы трехвалентного железа ускоряют потемнение яблок, восстанавливаясь до двухвалентных. Теперь, когда мы разобрались с железом в яблоках, давайте рассмотрим сам процесс их потемнения, а также то, как его можно предотвратить или же ускорить. Сегодня потемнение яблок или же яблочного сока является большой проблемой в пищевой промышленности, так как многие городские жители считают потемневшее яблоко или же сок испорченными, от чего уже нормальный продукт часто выбрасывается. Для того, чтобы остановить яблоки от потери их свежего товарного вида, можно использовать несколько методов. Первый и самый простой – просто нагреть нарезанные яблоки или же залить кипятком на минуту. В результате этого фермент полифенолоксидаза частично разрушается с высокой температурой. Хотя при нагревании, кроме потери ферментов, происходит и разложение многих витаминов, к примеру, витамина С. Поэтому зачастую в промышленности используют другие методы. Например, яблоки на пару минут замачивают в полупроцентном растворе соли с добавлением аскорбиновой и лимонной кислоты, концентрация которых около 1%. При этом также происходит деактивация фермента, отвечающего за потемнение яблок. Отчего те при хранении на воздухе совсем не темнеют. Этот способ можно использовать и при сушке яблок, чтобы те имели более аппетитный вид. Вместо раствора аскорбиновой кислоты можно взять и 5% раствор меда в воде, который также помогает. Интересно то, что сушеные яблоки из магазина совсем не потемневшие, но довольно дорогие, так как около 40% от их стоимости уходят на обработку антиоксидантами, останавливающих потемнение. Если же посмотреть на яблочный сок, то здесь дело обстоит немного сложнее. Зачастую сок темнеет гораздо быстрее, чем сами яблоки, из-за насыщения кислородом в процессе изготовления, а также из-за возможного контакта с железными изделиями. Для избежания этого нежелательного процесса в сок можно добавить также около 1% аскорбиновой кислоты или же резко его нагреть, не дав ему времени на то, чтобы потемнеть от воздействия ферментов. Для демонстрации этого эффекта можно даже провести эксперимент. Я взял два стакана свежевыжатого сока и в один добавил 0,1 грамма аскорбиновой кислоты. Теперь для ускорения реакции потемнения я в стаканы добавляю по 3 капли 3% перекиси водорода. Спустя всего 5 минут отлично видно, что в стакане с аскорбинкой цвет почти не изменился, а во втором он стал похож на какой-то шоколад из-за сильного окисления полифенолов. Кстати, пару лет назад вышла статья, в которой корейские ученые предлагали останавливать потемнение яблочного сока с помощью обычного лука. Дело в том, что в луке находится огромное количество антиоксидантов, к примеру, полифенол, кверцетин. Согласно статье, добавление всего 1% высушенного лукового сока к яблочному значительно уменьшало потемнение, а также увеличивало питательные и антиоксидативные свойства яблочного сока. Это можно легко проверить, если добавить в луковый сок немного йодного раствора, который будет тут же обесцвечиваться в растворе из-за восстановления антиоксидантами. Чтобы избавиться от неприятного лукового запаха, можно прокипятить сок. От этого, согласно статье, питательные свойства его не сильно уменьшатся. Кроме химических методов, ученые уже занимаются генетическими методами предотвращения потемнения яблок. К примеру, в магазине сейчас продают такие яблоки, в которых методами селекции уменьшили количество полифенолоксидазы, отчего те темнеют на воздухе гораздо медленнее. Да что там, даже сок из таких яблок по сравнению с соком из огородних выглядит очень прозрачным, и на вкус он так себе, аромата и кислинки гораздо меньше. Кроме селективных методов, недавно канадская компания Okanagan Special Fruits выпустила генетически модифицированные яблоки, которые вообще не темнеют на воздухе. В прошлом году такие яблоки уже поступили на прилавки магазинов в США, а тут глядишь и до Европы доедут. Насчет питательных и полезных свойств таких генно-модифицированных яблок, я ничего пока не могу сказать. В итоге получается, что из яблок практически невозможно добыть сколько-либо железа, однако вместо него можно получить много витаминов и полифенольных соединений, которые крайне полезны для организма, так как они замедляют старение и укрепляют иммунную систему. Вот в принципе и все, что я хотел вам рассказать о химии яблок. Если вам понравилось такое видео, не забудьте написать об этом в комментариях и поставить лайк, чтобы в будущем узнать больше много интересного про пищевую химию и органических соединениях. Субтитры подогнал «Симон»!